И у меня еще на посте это, ну, он же, как его зовут? Брэсси Нилсон или как-то так? Да какая разница? Ладно, Паш, ну что, давай там этот, начинай какими-то. Сейчас, может, что, дисклеймер воткнем, да, наверное, немножко. Так, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Михаил Климчук, и мы вот сейчас с Пашей тут общаемся на предмет того, что он какие-то собрал вопросы ко мне, к бизнесу, которым я вообще занимаюсь. Ну и, возможно, на основе этого какие-то появятся рекомендации, потому что Паша просто горел, не знал, как бы так сделать, чтобы задать те вопросы, которые очень-очень его волнуют. Ну давай, Паш, твоя очередь. Короче, очень меня волнуют, да, такие вопросы. В принципе, не только меня, но и моих там знакомых, кто занимается бизнесом. Вот, и я, в общем, собрал все в один файл. И хотел вот как раз-таки задать сегодня. Вот, и первое, с чего бы хотелось начать, это вообще к чему готовиться, вот ввиду нынешних событий, каких-то, может быть, возможных ограничений на бизнес или наоборот все-таки ждать каких-то хороших вестей. Вот, что вы думаете? Ну, слушай, смотри, по поводу того, что ждать. Это связано больше всего, наверное, с политической обстановкой в нашей стране, потому что политика все-таки определяет, куда будет двигаться общество. Ну и, соответственно, исходя из этого, мы будем понимать, как будет строиться экономические взаимоотношения между субъектами нашей страны, а также со всем окружающим миром. Если уже говорить конкретно, что будет, ты знаешь, человек так устроен, что ему иногда для того, чтобы произошли какие-то перемены, нужно, ну, грубо говоря, шлепнуться в одно прекрасное место, вступить в дерьмо для того, чтобы уже потом начать выкарабкиваться, начинать осознавать то, что то, что было раньше, оно уже не может оставаться таким, как прежде. Ну, это принцип естественного отбора. Если знаешь что-нибудь такое про эту теорию, про естественный отбор, то при накоплении определенной критической массы, если система старая не принимает и не адаптируется под новые требования, она либо исчезает, ее поглощает более современная система, либо две системы не могут сосуществовать одновременно, появляются две системы. Соответственно, две системы, это значит, ну, если говорить про людей, то про социум, да, то это, грубо говоря, вплоть до гражданских каких-то таких вот терок, скажем так, это может вот привести. Что же будет все-таки дальше с бизнесом? На самом деле бизнес, скажем так, это такая среда обитания, когда если ты вообще занимаешься бизнесом, то тебе абсолютно все равно становится на то, что происходит. Потому что ты прекрасно знаешь, вот самое главное вообще знает любой предприниматель, когда бы ты его не разбудил, что деньги на самом деле зарабатываются схемами и, соответственно, зарабатываются за счет того, что ты прикладываешь какие-то усилия, а также ты прекрасно понимаешь, что хочет рынок. То есть рынок даже там, например, при боевых действиях он хочет что-то одно конкретное. При пандемии бизнес понимает, что нужно людям. Это там, например, большое обилие масочного, скажем так, инвентаря, всяких различных там вот этих смазок и все прочее. То есть мы увидели, что бизнес очень быстро адаптируется и если есть какой-то большой спрос, он быстренько начинает что-то предлагать. Поэтому пугаться о том, что бизнес куда-то ровно, куда-то исчезнет, нет. Не стоит пугаться. Даже если мы возьмем Северную Корею, то там тоже бизнес существует, только он немножко в искаженном таком виде. Ну, потому что если так вот по существу, то политика это, скажем так, экономика испачканная дерьмом. Ну, вот есть такая просто фраза знаменитая, да, если просто кто ее не слышал, то можете ее применить на практике. Вот, поэтому все будет хорошо, все будет нормально. Правильно, единственное, для того, чтобы были более качественные перемены в обществе, общество все-таки должно осознать свои права, свои полномочия и все-таки начать, наверное, что-то требовать, потому что, ну, вот без каких-то вот таких вот вещей, когда ты действительно понимаешь, что кто является властью, да, а кто является исполнителем. Потому что если говорить про нашу страну, Россию, матушку, то у нас люди не понимают, что они нанимают себе исполнителя, а исполнители немножко не понимают, что они считают, что они, ну, грубо говоря, царь и бог, и, соответственно, отсюда вот такие вот у нас ситуации, которые будет всем недавно. Ну, хотя я правильно понял, что мысль такая, что спрос, он, в принципе, есть всегда, да, там, начиная от фундаментальных каких-то там продуктов питания, грубо говоря, гробы, аптеки, что там у нас еще, вечные темы. Вот, и заканчивая тем, что постоянно меняющийся спрос, да, например, там резко нужны маски, резко нужны антисептики, например, да, там и так далее. То есть в зависимости от каких-то перемен. Вот, поэтому просто чем быстрее ты адаптируешься, тем, ну, тем лучше, в принципе, будет, да, то есть переживать, в принципе, бизнесу не за что. Такая мысль, правильно? Да. Хорошо, отлично. То есть все зависит от того, насколько ты хорошо понимаешь своего потребителя, насколько ты видишь те мотивы, которыми он движется при совершении какой-то покупки, потому что его потребность нужно удовлетворять. Если вы посмотрите пирамиды маслоу и посмотрите те базовые потребности, которые интересуют людей, то вы поймете, что на каждом этапе нужно что-то закрывать, да, то есть это понятно, что есть базовые наши потребности. Мы хотим кушать, мы хотим тепло, да, мы хотим одеваться. Вот, есть уже другие там, ну, то есть посмотрите пирамиду и вы уже поймете, в какой нише вы хотите работать. Выбирайте ту нишу, которая вам более интересна и в которой вы преобладаете с точки зрения каких-то навыков, каких-то умений. То есть, чтобы было понятно, бизнес – это что? Это, скажем так, обмен труда, но в масштабе. То есть все начинается вообще, любой бизнес начинается с того, что человек пересмысливает вообще свое поведение в обществе, в социуме, и он начинает задуматься над тем, что ему хочется немножко по-другому жить, развиваться, покупать, потреблять. И после того, как он это осознает, он начинает что-то делать, да. И после того, как он что-то делает, и это становится востребовано еще кем-то, то он это начинает продавать. И после того, когда он это начинает продавать, он понимает, чтобы масштабировать себя в пространстве, ему необходимо нанимать людей. Соответственно, нам бизнес вот таким вот образом и формируется. То есть нет ничего такого, как бы сверх, знаешь, какой-то сверхзадачи, что это невыполнимо. Все очень реально выполнимо. Дальше следующая стадия – это все-таки инвестиции, когда появляются какие-то излишки в виде денег, деньги откладываются, потому что для удовлетворения какого-то внутреннего спроса вполне хватает денег. И те деньги, которые остаются, они уже выливаются в виде инвестиций. Поэтому, если мы говорим про бизнес, то бизнес, в принципе, всегда себя найдет. Вопрос лишь в том, бизнес будет являться, скажем так, официально разрешенной в государстве, либо бизнес будет являться контрабандой. Помнишь вот та ситуация со спекулянтами, которые были в Советском Союзе? Это же не говорит о том, что люди совершали преступления. Спекуляция – это не преступление. Это как раз удовлетворение потребностей. А спекуляция, как у нас это было принято, все как бы испортили политики, называя это все спекуляцией. То есть наводят сначала каких-то определенных запретов, что нельзя ездить на иномарке, нельзя употреблять или слушать чужую музыку иностранную. То есть это все приводит к тому, что стоимость товара для конечного потребителя, она просто возрастает в десятки раз. Вот и все. А кто из этого и играет? Ну, явно, что проигрывают больше всего, скажем так, обычные потребители, потому что они за это все и платят. Потому что, ну, чтобы тебе купить, я не знаю, там пластинку, вот как было раньше, чтобы купить пластинку или купить джинсовые штаны, тебе приходилось достаточно много работы, потому что та валюта, в которой ты получаешь заработную плату, она не котируется за рубежом. Ну, тут здесь тоже очень важно понимать, что вы продаете за рубеж. Потому что, еще раз говорю, что такое экономика, да? Это удовлетворение каких-то потребностей. И бизнес как раз, он, это действия людей, направленных на удовлетворение потребностей других людей. Вот. Все очень как бы просто и банально. То есть если вот, ну, не надо ничего лишнего там придумать и о чем-то вот лишним говорить. Слушайте, ну вот имея уже какой-то бизнес сейчас, да, конкретный, какие, наверное, вот инструменты сейчас стоит внедрять вот в 21-м году? Ну, начиная вот с нынешнего момента. Слушай, я тебе так скажу, самый основной инструмент любого, ну, для продвижения любого бизнеса, он основной, опять же, это все-таки сарафанное радио. А сарафанное радио все-таки формируется за счет того, что насколько хорошо и качественно ты оказываешь услугу и продаешь товар. Насколько быстро ты продаешь товар сейчас, это тоже очень важно. Но можно же реферальную систему, например, еще сделать. То есть, ну, смотри, я тебе так скажу, для каждого бизнеса, для каждой услуги своя, как сказать, методика вообще решения задач. Бизнес это про то, что насколько много ты знаешь различных переменных, да, и включаешь в свою формулу. Насколько, ну, то есть чем больше ты это знаешь, тем, соответственно, ты можешь оперировать вот этими данными и применять их таким вот образом, чтобы, снижая свои какие-то эти самые затраты, снижая каким-то образом риски, да, за счет вот этого большого количества данных, как раз вот бизнес-то, он этим-то и отличается, скажем так, простой предпринимательской деятельностью. Это в виде, скажем так, когда человек просто оказывает какие-то услуги как самозанятый, то есть это немножко о других вещах. Я понял, хорошо. И вот опять продолжая, да, тему. По поводу продвижения, да, ты правильно же, ну, вот мы сейчас про это говорим. Ну, здесь не только будет продвижение, то есть, наверное, все-таки, опять учитывая нынешнюю ситуацию, то есть было бы интересно узнать, да, можно ли какие-то получить льготы, то есть обладаете ли вы какой-то такой информацией, что есть возможность, да, получения льгот, пособий вот от, там, не знаю, местной власти, от вообще глобально, в принципе, на уровне, да, там уже политическом. Ну, я тебе так скажу, вообще помощь от государства, она была, есть и будет, потому что здесь, понимаешь, вот при том, что у нас достаточно сложная ситуация политическая, но так или иначе люди все-таки хотят жить и развиваться. Вот даже, скажем так, в среде чиновников прекрасно понимают, что если не будет мелкого, среднего бизнеса, не будет крупного бизнеса, не будет вообще в целом платить, нет, не будет возможности платить заработную плату. Ты можешь напечатать какие-то фантики в виде какой-то любой там национальной валюты, но если она не подкреплена тем, что она является некой ценностью для участников рынка, то бесполезно, скажем так, о чем-то дальше говорить. Поэтому заинтересованность, так и есть даже и у чиновников, они это прекрасно понимают, поэтому чем больше, скажем так, налогоплательщиков, тем больше есть возможность у государства решать какие-то поставленные задачи, опять же, для общества. Поэтому помощь, как была, есть и будет, поэтому здесь, наверное, я даже не знаю, что еще больше ответить. Помощь есть, помощь бывает вообще разной. Для того, чтобы, ну опять же, все зависит от того, какой у тебя бизнес. Если у тебя мелкий бизнес, у тебя бывает средний бизнес, у тебя бывает крупный бизнес. По каждому виду бизнеса есть свои определенные преференции. Если вот ты сейчас, я не знаю, смотришь по поводу котировок, связанных с нефтью, то ты видишь, как государство помогает хорошими такими большими траншами, например, выдача каких-то кредитов, либо беспроцентных кредитов, либо кредитов на очень низких ставках. Это и есть помощь именно предприятию. Чтобы было понятно, бизнес это все-таки про то, когда ты решаешь свои проблемы самостоятельно. То есть если у тебя нет денег, ты должен их найти. Вопрос в том, чтобы государство, наверное, не оказывало каких-то препонов, чтобы банковская система была уверена в завтрашнем дне. Соответственно, государство должно принимать определенные законы, чтобы не было вот этой, знаешь, затянутости, чтобы получение кредита было достаточно простым и легким. В случае какой-то невозможности отдать кредита, но опять же, мы прекрасно понимаем, что формирование новых предприятий это все-таки формирование новых рабочих мест. Соответственно, новые рабочие места это обеспечение людей заработной платы и, соответственно, они лишний раз куда-то не выходят. То есть мы сейчас говорим о благосостоянии страны и за счет вот этого как раз оно и формируется. За счет экономики. То есть вот когда мы экономику не загоняем куда-то в дальний угол, а знаем об этих простых банальных вещах, то, скажем так, благосостояние всех граждан будет только расти. А по преференциям еще раз хочу подчеркнуть, что для каждой структуры, для каждого вида бизнеса она совершенно своя. Для того, чтобы узнать, подходишь ли ты под какие-то преференции, чтобы было понятно конкретно по тебе, ты занимаешься маркетингом, соответственно, тебе, например, нужен офис. И в государственных, муниципальных каких-то, скажем так, формированиях есть определенные отделы, в которые ты можешь обратиться для помощи малому и среднему бизнесу и, например, получить какое-нибудь право снять за минимальные деньги либо вообще попасть в какой-то бизнес-инкубатор для того, чтобы начать заниматься своей какой-то предпринимательской деятельностью. Поэтому государство помогает, здесь сказать нельзя вообще, что оно не помогает. Это неправильно. Хорошо. Давайте опять перейдем уже на личности, то есть конкретно ваш бизнес будем разбирать. И такой вопрос у меня, вот как вы мотивируете своих сотрудников на деятельность, потому что опять же, опять же говорю, что сейчас такая ситуация, что все начинают демотивироваться, лениться, они не видят будущее вообще, чем им заниматься. Многие вообще, кто ходят на работу, они не понимают, зачем им это все надо и потихоньку начинают это осознавать. Как это побороть, вот это дезинструктивное мышление в своих сотрудниках. Ну и, собственно, мотивировать их на результат, чтобы вы плыли как бы в одной лодке. Вот примерно так, наверное. Слушай, ну есть такое, очень мне такое слово нравится, называется содействие. Оно формируется за счет того, что твои, если мы сейчас говорим про бизнес и говорим про сотрудников, то именно вот это содействие, оно как раз и говорит о том, что мы, грубо говоря, плывем в одной лодке и мы понимаем, что мы плывем в одной лодке, если так вот по-простому сказать. А если перевести на деловой язык, я бы вообще всем предпринимателям и мелкому, и среднему, и крупному бизнесу все-таки переходил на новый стандарт. Это, кстати, сейчас я как раз говорю о новых стандартах взаимоотношений. Это когда, действительно, ты правильно сказал, что когда нет заинтересованности, нет понимания. Ну это вот, чтобы было, даже больше тебе скажу. Сейчас, скажем так, появилось поколение Z и поколение Z, оно появилось за счет того, что появился интернет и люди постоянно находятся в онлайне. Люди хотят быть индивидуальными, чтобы их индивидуальность была подчеркнута, чтобы им не говорили, что ты должен сделать, а чтобы они могли иметь возможность доказать тебе, что они с этой задачей могут справиться. Они хотят нести ответственность. Вопрос в том, что насколько ты готов доверять этим людям и каким образом ты это все дело реализуешь. Ну вот если говорить про мой бизнес, то я со своими сотрудниками уже давным-давно общаюсь, уже более трех лет, я ввожу какие-то новые наработки, постоянно занимаюсь обучением, ну не воспитанием, обучением повышения грамотности и финансовая. Я беру, показываю таблички, показываю, как это работает. Мы садимся, просчитываем, показываю, то есть какие вот есть минусы. Ну вот всем недавно, то есть появился у нас вот заказчик и была задача, то есть вот по идее, как я, как генеральный директор, я больше уже не генеральный директор, а больше как финансовый директор выступаю здесь, потому что наличие директора генерального вообще просто не вижу смысла. То что, чтобы человек просто подписался там в пару каких-то документиках, ну это пожалуйста. А если говорить о бизнесе, то я больше себя вижу здесь, наверное, как финансовый директор. И я просто ставлю задачу, ну вот еще раз говорю, недавно была задача просчитать среднюю, скажем так, стоимость койка места, при том, что у нас есть определенный прайс на номер. Вот. Я, конечно, мог сесть и все самостоятельно рассчитать, но я поставил задачу, ну дать возможность администраторам, чтобы они самостоятельно все это дело просчитали. После того, как они просчитали, я показал им, то есть вот моя задача не решить задачу за них, а показать, где они ошибаются, то есть поменять их немножко мышление. И после того, как мы, как я им указал и показал, какие вот неправильные, ну какие неправильные цифры, как неправильно они считают, то разница где-то было 200-300 рублей приблизительно на стоимость койка места. Она возросла после того, когда я объяснил им, показал, как вообще высчитывается средняя стоимость койки, при том, что компания не должна терять. С одной стороны, пока это меньше, а с другой стороны, когда мы говорим о койке места, но это все равно, что как такси, то мы за счет объема, за счет оборота примерно выходим на одни и те же цифры и не теряем в прибыли. Это касаемо вот таких вот вещей. Во-вторых, по поводу взаимоотношений. По крайней мере, мелкий и средний бизнес может перейти на новый вот этот стандарт. Это когда не платятся лишние налоги. За счет этого происходит высвобождение денежных средств в виде дополнительного дохода, потому что здесь как поднять дополнительный доход, если ты получаешь ту же зарплату, а где, как поднять дополнительный доход. Переводить на ИП, да? Да, переводить ИП. На самозанятых. Достаточно на ИП перевести, это вполне, еще раз говорю, достаточно, когда человек платит, например, вот здесь, кстати, очень интересный момент. Есть, существуют две основные такие, скажем так, системы. Это доходы минус расходы. Это упрощенная система налогобложения. Либо, скажем так, со всей суммы, сколько приходит денег на расчетный счет, мы платим, например, 6%. Все зависит, опять же, от оборотов. 6% это до 300 тысяч, если у тебя обороты в год. Если больше, то это уже 7%. Опять же, если применять систему доходы минус расходы, в различных субъектах Российской Федерации, если говорить про Санкт-Петербург, это будет 15%. То есть доходы минус расходы. О чем это говорит? О том, что, например, тебе надо купить компьютер, для работы лично тебе нужен компьютер. Ты покупаешь компьютер и показываешь налогу, что ты потратил, то есть ты заработал 100 тысяч, потратил 80 тысяч на покупку нового ноутбука, 20 тысяч у тебя остается. То есть твоя чистая прибыль, условно говоря, остается 20 тысяч рублей. Соответственно, 20 тысяч рублей отнимаем, ну, если это в Санкт-Петербург 15%, если это где-то по области, это вообще может быть 5%. То есть это очень прикольно, когда ты можешь совершать какие-то покупки в магазине, опять же, направленные на осуществление твоего финансово-хозяйственного и действительное предприятие в целом. То есть вот такая вот небольшая экономия. Какова вообще экономия? В чем как бы прикол? Ты знаешь, когда человек считает свои расходы, вот здесь очень важно, когда он считает свои расходы, а не только просто считает свои доходы и умеет экономить, за счет этого можно действительно неплохо увеличить денежную массу в своем личном кармане. Вот и все. То есть это вот делается за счет этого. Ну это чтобы было понятно, если вы хотите, скажем так, зарабатывать, а не влачить нищенское существование, вы должны начать считать свои расходы. И вот после того, когда вы считаете свои, скажем так, расходы, вы можете понимать и оперировать уже с новыми вот этими данными, что делать. В каком вот, то есть вот какое значение у тебя положительное, отрицательное, оно тебе дает что? Осознание того, куда, ну в каком финансовом, ну как сказать, если взять пространстве, да, вот, скажем так, в какой точке пространства ты находишься. Ты, еще раз говорю, либо ты нищий, либо ты богатый. Вот и все. Поэтому считайте как можно больше. Давайте тоже опять сейчас грустную тему затронем. То есть для оффлайн бизнеса, там такие, как вот у вас гостиница, например, да, вообще, да, вот как сейчас обстоят дела с инспекциями, то есть присутствуют ли коррупционные составляющие там, и, ну, реально ли сейчас открываться вообще, либо тебя просто задушить? Ну, давай я тебе так скажу. По поводу гостиничного бизнеса. С одной стороны, кажется, что кто-то может прийти и надругаться над твоим бизнесом и, соответственно, решить тебя заниматься бизнесом. В самом деле это не так. Если говорить о гостиничном бизнесе, существуют различные формы. Даже, ну, то есть ты можешь арендовать не какое-то там нежилое помещение, а можешь арендовать, ну, опять же, это имеет статус нежилого помещения, это какие-то апартаменты, которые, ну, в принципе, находятся как бы в доме. Никто лишний раз не пойдет по квартирам смотреть и смотреть, что ты что-то делаешь не так. Это раз. Во-вторых, современные дома, они полностью имеют стандарт по пожаробезопасности. Соответственно, какие тут могут быть проблемы. То есть тебя даже… За вас уже все сделали, грубо говоря. За нас уже все сделали, и поэтому беспокоиться, что вот кто-то придет, какая-то будет проверка, ну, нет смысла. Если говорить по налогам, то по большому счету, если мы используем кассу, то, соответственно, это онлайн-касса. Там уже давно уже есть. Если ты выбиваешь здесь чек, то сразу отображается в налоговой. То есть все расходы учтены, чтобы ты понимал, не на бумажке, я вот там где-то что-то пишу, а все это учтено уже в бухгалтерии, поэтому не так это сложно все делать. То есть достаточно такая простая, кристальная, ну, уже, как сказать, все кристально чисто просто и понятно, поэтому есть ли смысл там беспокоиться. А что-то еще там как бы… Ну, как тебя еще нагнуть? Это раз. Во-вторых, первый самый важный момент по поводу оффлайн. Ну, оффлайн, если ты уж, ну, извини, меня совсем не понимаешь в том, что уже мир живет по принципу онлайн-оффлайн одновременно. То есть, ну, как понять онлайн-оффлайн? То есть существует два типа продаж. Это прямые продажи, они называются оффлайн, как бы так, да, в простонародье. И есть интернет-продажи. То есть это, ну, опять же, интернет-продажи могут осуществляться также в виде онлайн и в виде оффлайн. Правильно же? Вот, по-моему, как говоришь. Комбинированно. Комбинированно, да. Да, поэтому, если ты не представлен в интернете, ну, это уже лично твои проблемы. Вот, поэтому, ну, все-таки, знаешь, 1969 года это, ну, скажем так, является днем рождения интернета. Максимально, скажем так, когда произошло вот это понимание, как соединять компьютеры между собой, где-то это был уже 1984 год. Ну, вот, ну, времени было предостаточно для того, чтобы ты все-таки не сидел на попе ровно, а что-то, наверное, начал применять на практике. Вот. И я хочу сказать, что у меня были и партнеры определенные, у нас были определенные, давай так по-русски скажу, терки. И когда я говорил, ребят, ну, я создавал этот бизнес гостиничный, и мне вообще все равно. То есть у меня наличие домена, наличие моих знаний прекрасно мне дает право себя чувствовать в любом вообще месте. и вообще не важно. Я могу просто, ну, очень важный такой момент, это просто как финансовый поток. Ты вот берешь вот русло реки, направляешь сюда или направляешь вот сюда. Абсолютно не важно. Ну, придут, скажем так, ну, как тебе сказать, по шапке примерно надают, да. Ну, существуют же, конечно, и бандитские всякие варианты. Мне это очень трудно отследить, сколько ты зарабатываешь. Если ты не работаешь на предприятии, то это непонятно, сколько ты все-таки зарабатываешь. Поэтому как бы коррупционную составляющую это достаточно трудно. Ну, я знаю, что есть такие компании, которые все-таки участвуют в неких коррупционных схемах. Вот, но эти, чтобы коррупционные схемы все-таки, скажем так, были воплощены в жизнь, здесь нужно понимать, что этот человек, от которого зависит принятие решения, кому заплатить, все-таки должен, наверное, как-то с этим бизнесом быть очень, ну, очень, как бы плотно общаться. Вот тогда это получается. Это раз. А во-вторых, я вообще всех, для всех предпринимателей хочу дать такой важный совет. Я вообще не даю взяток и не беру. И строю свой бизнес, исходя из того, что хочет потребитель. Потому что платит, ну, вот еще раз говорю, сейчас ситуация связана с застоем в нашей стране. Порядка 20 лет правит одно несменяемое лицо, и которое даже не умеет пользоваться интернетом. Ну, это печально. Я прав или нет? Я думаю, что он не умеет просто пользоваться. Вот. Ему просто эту информацию приносят, вот, я не знаю, там, может быть, на компьютере покажут, включат, там, да, человек, то есть не занимается поиском информации. Если бы он знал бы, он бы совершенно по-другому начал бы направлять вообще в вектор развития страны. Вот. Как-то, наверное... Ну, да, в принципе, вы ответили на вопрос. Я думаю, каждый по-своему поймет и примет, наверное, решение, что и как ему двигаться вообще дальше. Ну, и, в принципе, осталось два таких вопроса, они будут взаимосвязаны, наверное. Вот. Давайте тогда немножко о качествах поговорим. То есть какие качества нужны бизнесмену? Вот. И как бы что ему помогает, наоборот, да, вести бизнес? Что ему мешает вести бизнес? Вот, может быть, вы и своего опыта можете даже сказать, не обязательно вообще говорить. Слушай, ну, по поводу личных качеств бизнесмена. Во-первых, это честность, порядочность, потому что, это, кстати, вот одно из самых важных, честность и порядочность. Почему? Потому что, если ты обманываешь своих работников, своих сотрудников, которые приносят тебе доход и выполняют основную работу за тебя, то гроши цена тебе, если ты это не понимаешь и не даешь развиваться не только за счет их ты развиваешься, за счет их ты потребляешь какие-то, удовлетворяешь свой какой-то спрос, а все-таки даешь и им возможность развиваться, если вот, там, наверное, не сказал, но оплачивать, вот я не оплачиваю заработную плату по кладам, я оплачиваю заработную плату по процентам от участия. Процент участия, ну, вот у нас есть, чтобы, если говорить про гостиничный бизнес, вот есть у нас, например, аренда помещения 100 тысяч рублей, вот, и мы на этой площади заработали, например, там 300 тысяч, то есть мы от 300 тысяч отнимаем 100 тысяч аренду, все остальные расходы доложатся на предприятия, ну, содержание офисов, там оплата пожарная, там сигнализация, прочее, 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 вот, и с этой уже, с остатка вот этих 200 тысяч идет определенный процент человек увидел заработную плату, то есть это совершенно другая заработная плата, это не вгоняет, скажем так, бизнес в кредит, потому что, если мы будем платить, например, по 100 тысяч заработную плату ежемесячно, то в один месяц мы хорошо зарабатываем, в трое месяц мы плохо зарабатываем, но получается, когда ты платишь по 100 тысяч, то человек не очень замотивирован что-то делать еще, то есть у него нет эффекта борьбы, и поэтому, когда отмены происходят окладов, но ты как раз даешь человеку возможность реализовать себя за счет того, что у него максимальная свобода действий, все совершенно по-другому работает. Это, короче говоря, про честность по отношению к своим сотрудникам, а также к своим клиентам. Если же ты, еще раз я говорю про коррупционную составляющую, почему я это не приемлю, потому что, когда ты договариваешься за какой-то предмет коррупционного отката, взятки, то ты вроде бы как бы осуществляешь свои непосредственные обязанности по отношению к своим клиентам, своим потребителям, но по факту ты упускаешь самое главное. Вот это я сразу хочу сказать. Все упускают главное, когда они получают просто деньги. Наступает тот момент, когда сменяется должностное лицо, от которого зависела вот эта сделка, и происходит такой вот эффект, того же испанского стыда. Как так-то уже все конкуренты как бы они развивались, им было трудно, но они ориентируются исключительно на клиентов, на потребителей. Они выстроили совершенно другие условия предложения. И клиент просто, когда высвобождается, появляется вот такое большое-большое окно, где клиент сравнивает тут плохо, а тут хорошо, он куда идет? Правильно. Туда, где хорошо ему. Туда, где его ценят, любят, где качественно оказывают ему услугу. Поэтому это честность, справедливость, это те свойства, те качества, которые обладает сейчас современный предприниматель. А почему, если говорить там про какие-то изменения, то они сейчас как раз идут от мелкого и среднего бизнеса, потому что мелкий и средний бизнес — это люди, выросшие в трудных условиях, формировав свои бизнесы, они прекрасно понимают стоимость тех денег, которые они зарабатывают, а также они уважают своих работников, потому что без этого никуда. Еще раз говорю, они более маневренные, наверное, и быстро двигаются, быстро развиваются, и, соответственно, задают уже планку более... Сейчас в связи с тем, что интернет, еще раз говорю, массово, скажем так, если я про себя вот лично скажу, что я с интернетом дружу с 1995 года, то есть некоторые еще не родились, но я уже с ним дружу. Вот. И я скажу так, ребят, ну, если вы не меняетесь, если вы не изучаете современные тенденции, к чему будет двигаться дальше рынок, то грош вам, еще раз говорю, цена вам. Вы в ближайшее время просто исчезнете, как мастодонты, как те же динозавры, которые у нас были. Вот и все. Эволюция. Еще раз говорю, обязательно посмотрите, как вообще появляется, ну, вот как формируются эволюционные процессы. За счет чего? Там это закономерность. Это величина статус-кво, она так и называется. Просто почитайте, и вы поймете, куда двигаться дальше. Ну, хорошо. Давайте тогда последний вопрос, да, чтобы сильно не затягивать это. Вот. Какие сейчас вообще тренды появляются в бизнесе, да, куда вот подаваться лучше, там, молодым поколению либо тем, кто закрылся и хочет пробовать что-то новое? Слушай, я тебе так скажу. Когда я начинал заниматься бизнесом, то я, скажем так, занимался, ну, это можно сказать, ну, это по договорам аутсорсинга, ну, так, если по-простому, это работорговля, ну, то есть продажа человеческих часов, когда ты обмениваешь на денежные знаки, люди работают, а ты вроде тоже как зарабатываешь. Я еще раз подчеркну, что деньги поднять с земли не так сложно, просто было бы желание, то есть деньги очень легко зарабатываются, серьезно, очень легко зарабатываются, если вы внушаете, то есть одно из важных таких моментов, если вы внушаете доверие, если вы заслужили определенный статус в обществе, то вам доверяют, и вам будут доверять даже деньги в чистом поле, то есть вот когда вы держите в руках там полмиллиона в чистом поле, еще ничего не построено, но вам доверяют, вот вы только вот вслушайтесь, вот представьте это все в голове, вот профантазируйте, вы приехали в чистое поле навстречу, вы что там умеете, вот здесь очень важно, ваше умение это то, за что вам будут платить, это даже вам не надо становиться бизнесменом, чтобы хорошо зарабатывать, если у вас есть умение, у вас есть знания, вам так или иначе заплатят, а как применить знания, ну, это уж, извините, ну, тут уж как каждый сам по своим способностям, по своим умениям умеет руководствовать и пользоваться своими знаниями, поэтому какие тренды, да тренды очень простые, человек потребляет 2000 калорий, вот этой информации, вот этой перемены вам должно вот реально хватить для того, чтобы уже понять, что нужно делать, это первый момент, второй момент очень важный, если вы чувствуете себя, что вот в себе какие-то силы, что вот вы хотите этим заниматься, и вы можете дать людям что-то другое, сходите к своим конкурентам, возьмите книгу жалоб, прочитайте ее, посмотрите, какие есть отрицательные стороны и примените это у себя на практике, но уже с учетом, как бы, вот этих изменений, и как только вы это сделаете, я в самом начале видео говорил о том, что сарафанное радио – это самый лучший рекомендатель для вашего бизнеса. Да, кстати, я тоже хотел от себя добавить, вот по поводу сарафанки, мне она тоже очень нравится, ну, меня как специалиста, да, рекомендуют, и есть такой график, ну, как будто этот порог доверия, да, когда его можно перешагивать, есть разные определенные психологические триггеры, которые можно применять, например, это улыбка, например, это правильная жестикуляция, и самым таким сильным триггером как раз таки является вот это доверие, когда тебя кто-то рекомендует, человеку не нужны, не нужны как бы ни твои там, ни твой бэкграунд, ни твои работы, которые ты делал, да, какие-то результаты, которые ты получал, он просто на них не смотрит даже, вот, и это вот такой, да, действительно важный триггер, то есть его можно как получать, наверное, за хорошо выполненную работу, либо по реферальной, да, системе, в зависимости от бизнеса, например, ты предлагаешь там 10% от клиента, которого ты привел, вот, и, наверное, еще есть какие-то инструменты, которые можно применять в сарафанке, но касаемо, да, последнего вопроса, наверное, мы обсуждали, куда лучше податься, то есть здесь, наверное, лучше выбирать действительно фундаментальные вещи, наверное, оперировать свое внимание, опираясь на то, что ты умеешь, что тебе нравится, и прокачивать свои какие-то личные качества, доверие там, чтобы к тебе возникало, то есть, что ты должен там, красиво одеваться, грубо говоря, улыбаться, правильно себя вести, правильно разговаривать, ну, и что еще, ну, в общем, подумать надо еще, наверное, то есть, ты должен излучать, грубо говоря, уверенность, и тебе должны доверять, наверное, это ключевые вещи, я думаю. Да, как мне слышно? Все нормально? Тут просто звонят, надо было отключить. Да, отлично, отлично. Так, раз, как слышно, все нормально? Да. Да, ты все правильно говоришь, если к тебе нет доверия, вообще доверие формируется за счет статуса. Статус просто бывает двух типов, это приобретенный статус и прививаемый статус. Приобретенный, уже, наверное, само слово понятно, что ты заслужил его своим трудом, своим каким-то, ну, доказательствами при помощи своего труда. А второй прививаемый, это когда ты, например, мог родиться просто в очень богатой семье и пользоваться теми благами, теми ресурсами, которые дает тебе твоя семья, потому что она очень богатая, и ресурсы ты можешь потреблять, потому что твой, грубо говоря, отец, твоя мать, они дали тебе что-то, то есть дали какой-то статус и считается как, вот если мы, скажем так, посмотрим на американский рынок, то там очень часто используются рекомендации, а также там просматривается в каком поколении, то есть из какой ты вышел в семье. Это немаловажно, то есть это то, что как раз дает доверие, будут ли с тобой заниматься, просто так, знаешь, вот если о человеке ничего не известно, он может быть плохим, но это в любом случае информация о человеке, то есть мы прекрасно уже начинаем понимать, как взаимодействовать с этим человеком, то есть вот поэтому быть безродным, это самое, наверное, тяжелое, поэтому если вас никто не знает, то обеспокойтесь этим и займитесь тем, опять, чтобы тебе доверяли, это честность, это благородство, это способность и умение общаться, договариваться, то есть это те качества, которыми должен оплодать предприниматель. У вас не будет проблем с тем, чтобы заработать денег. Ну это фундаментальные вещи, на самом деле, потому что сейчас активно у нас процветает мошенничество, где такой статус спокойно добивается какой-то показухой, то есть элементарно ты арендуешь, грубо говоря, хорошую недвижимость на пару дней, хорошую машину, показываешь там свою жизнь, условно говоря, с одной стороны, с другой стороны ты показываешь, как ты заботишься, ну то есть на самом деле таких триггеров доверия очень много, и те, кто их знает, как бы он умело их может применять на простой народ, грубо говоря, засорять им мозги, по сути, а потом просто открывать свой карман и забирать у них деньги, условно говоря, то есть недавно известные там всякие пирамиды, я не буду их называть, просто с которыми вообще даже до сих пор не могут разобраться, то есть люди настолько уверены и до сих пор там есть те, кто их защищает и ждут в надежде, что деньги они получат. Люди просто два миллиарда, украли, уехали в другую страну, в другую страну, где их просто никто не трогает. То есть вот ну как бы 2021 год, 20-й, это 20-й год, это 19-й, 20-й год, это как раз появление вот этих инфо-цыган, как мы их еще, скажем так, любим называть. Ну я тебе так скажу, это просто опыт для общества. Даже инфо-цыгане это просто уже не то, то есть это те люди, которые вот они просто берут твои деньги, да, и обещают тебе заработать там на элементарно там на каких-то ставках или еще что-то. Хотя, ну какие ставки, да, там сейчас весь спорт он заблокирован, то есть никто не играет в футбол, баскетбол, волейбол, да, там, и люди умудряются даже вот так вот зарабатывать, люди им доверяют, несут свои деньги. Вот как бы вот это вот фундаментальная такая вещь, то есть люди умеют дергать за нужные нитки, поэтому я думаю, здесь можно его и такой статус и приобрести. Ну, я тебе так скажу, ты знаешь, рынок для того, чтобы научиться, ну точнее потребители, для того, чтобы научиться и понимать, что его обманывают, нужно как раз вот эти обманки всякие, да, то есть вот этот, это ложь, которая присутствует. После того, когда потребители учатся, я тебе даже больше скажу, Роспотребнадзор нафиг это звучит очень страшно для Роспотребнадзора, дабы не закрыли ни нас, с точки зрения того, что мы сейчас занимаемся такой деятельностью, как просвещением масс, ты знаешь, они не нужны по очень важной такой вот фундаментальной причине, что если тебя как потребителя кто-то обманывает, то это сейчас благодаря интернету распространяется очень быстро. Я вообще хочу сразу обратиться ко всем тем людям, которые пытаются заниматься какими-то просветительными вещами. Дорогие друзья, еще раз говорю, интернет ничего не забывает, интернет ничего не прощает. То есть, если есть истина, а истина у нас, мы об истине можем узнать только благодаря сравнению чего-то с чем-то, за счет этого мы находим зерно истины. И если кто-то просто подумает, потребитель стал очень такой сомнительный отдавать просто так деньги, то есть потихонечку у каждого где-то что-то обманули, какие-то эти мошенники. Мошенникам становится сейчас очень трудно зарабатывать, потому что потребитель стал более опытным. И когда потребитель понимает самое главное, вот смотрите, еще вот всякие различные курсы, оказывается, при таком небольшом желании любой ответ можно получить в интернете. Причем достаточно упаковано, где есть определенная конкретная суть. И если ты понимаешь, что человек, который дал тебе какую-то вот эту краткую суть, и ты хочешь получить более развернутые какие-то знания, то ты к нему уже лично обращаешься за счет того, что он уже что-то говорит. И это перепроверяется за счет того, что мы говорим, и самое главное, как мы говорим. Как мы говорим, мы можем где-то кривяться и испытывать какой-то дискомфорт от того, что мы врём. А что мы говорим, всегда перепроверяется за счет того, что люди, которые к вам приходят за знаниями, то они уже сейчас идут какие? Подготовленные. То есть мы не идем просто так, не получаем какую-то, не ищем информацию, мы идем уже подготовленные. То есть мы идем с каким-то объемом знаний, с каким-то опытом, и у нас есть определенный запрос. Поэтому еще раз говорю, какие-то вещи, они должны быть для того, чтобы потребитель научился. Поэтому распотреб он нафиг не нужен, извиняюсь, но это именно так. Это лично моё мнение, и я думаю, что к этому мнению придут достаточно много людей, потому что знаешь, вот это как, если сейчас говорить про оффлайн бизнес, например, возьмем какую-нибудь там, я не знаю, лавку, мясную лавку. В одной мясной лавке, знаешь, хорошо делают, а во второй как бы паршивы. И там, где паршивы, туда люди не ходят. Ну да, там ходит пару человек, потом этот бизнес просто исчезает. Вот и все. Не, ну понятно, что мы можем рассчитывать на потребителя, но он же не может постоянно фильтровать, например, один бизнес, другой бизнес. То есть у нас каждый день будут штамповать, грубо говоря, такие однодневные бизнесы. Но сейчас же смотри, существуют различные сервисы, онлайн сервисы, которым мы так или иначе начинаем доверять. Ты сегодня говорил про реферальную ссылку, но я думаю, что если у тебя есть большая аудитория, то ты 10 раз, наверное, задумываешься над тем, чтобы впихнуть просто так что-то, потому что твоя аудитория, если от тебя отпишется, то у тебя не будет денег. То есть это разговор об доверии между тем, кто вещает и тем, кто, скажем так, это все потребляет. Слушайте, но смотрите, аудитория, она может быть многомиллионной, грубо говоря, если даже взять активных 100 тысяч человек, например, и каждый заплатит по тысяче рублей, например, то есть это уже приличная сумма. Подожди, подожди, смотри. Бизнес, вообще бизнес, забываем такой очень важный момент, это как семейный бизнес. в Европе и в других странах, где нет вот этих всяких катаклизмов в виде революции и прочей нестабильности, работает сама система, выстроенная на основе гражданской позиции, здорового гражданского общества, то там работает система и там формируются семейные бизнесы. У нас очень трудно передать кому-то бизнес, потому что за короткий промежуток времени ты должен заработать денег. Это такова специфика бизнеса в Российской Федерации. Ну так или иначе есть компания. Я вот про себя могу сказать, что я, наверное, уже сформировал некий семейный бизнес, который будет, в принципе, передан моим детям. Если говорить о том, что человек, заработав один раз, пускай 100 миллионов, ты сказал, что по 1000 рублей возьми, и вот тебе, пожалуйста, 100 миллионов. Но что такое 100 миллионов? Когда ты кого-то обманул, ты начинаешь все равно на что-то тратить. Купил там дом, купил там еще что-то. У тебя, еще раз говорю, 2000 калорий никто не отменял. И когда у тебя есть наличие вот этих там 100 миллионов, ты еще должен, кстати, помимо того, что ты украл, заняться тем, чтобы почищать свою историю, чтобы тебя лишний раз не встретили где-нибудь на улице, тебя в табло не втащили. Правильно, Витя? Это же тоже как бы проблема. Это требует определенного содержания безопасности. Поэтому, еще раз говорю, 100 миллионов, которые ты мог приобрести, да, это может быть разовая акция. Называйте это как разовая акция надуть всех. И очень такой яркий пример 2020 года это пограничник. Если ты слышал о таком блогере, который занимался разоблачением всяких различных схем, а как оказалось на практике, он сам практически из этой же серии попытался обмануть свою аудиторию. Его аудитория полностью ушла, его канал начал полностью умирать. И поэтому, если мы говорим о бизнесе, то бизнес направлен на то, чтобы постоянно не за один раз, а из дня в день получать какой-то определенный доход. Вот. Бизнес как раз, он думает о том, чтобы масштабировать себя, для того, чтобы предоставлять свои услуги не только в своем городе и в своей стране, но еще и в других странах. Поэтому бизнес это надолго. Тот, кто не понимает вообще основы бизнеса, конечно, он может, имеет полное право совершать это, но это называется уже преступление, и за преступление всегда идет наказание. То есть, дайте время людям, люди разберутся. Это мое личное мнение. Я понял. Ну, в принципе, мои вопросы, они все закончились касаемо бизнеса. Пускай, если кому-то будет интересно, пускай напишут комментарий, тогда будем отвечать, я думаю, наверное, в комментариях. Потому что мы тоже не можем как бы предвидеть все вопросы. Да, вот у нас, кстати, большое-большое спасибо за то, что как-то вот взял и задавал мне вопросы, мне самому даже интересно. Кажется, я что-то могу ответить. Возможно, я где-то ошибся, возможно, я кого-то где-то, может быть, там оскорбил или еще что-то. Да, у меня висит спереди дисклеймер, который как раз позволяет, скажем так, объяснить, что это просто наше суждение, это наше личное мнение. Все, что я сказал, вы можете перепроверить в интернете. Но, опять же, если вы будете заниматься повышением вашего уровня образования самостоятельно, то я думаю, что вы сможете, наверное, найти зерно истины и применить его на практике. Вот, на этом, в принципе, все. Если всем понравилось, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И еще один очень такой важный момент, для тех, кто, когда я переключался на свой план, где только был представлен я, вы видели QR-код, где можно как раз задонатить, или, например, вы потом впоследствии захотите какой-то задать вопрос, чтобы этот комментарий прямо вот отображался на экране, вы можете как раз воспользоваться. Там минимальная цена 15 рублей, это сделано для того, чтобы система сама работала. То есть, она без вот минимальной суммы просто не работает. Вот, не то, что это нужно денег, это просто, ну, хотя давайте, развитие денег канала, пускай пригодится, не помешает. Может быть, все-таки, благодаря тому, что я сейчас вот этим процессом занимаюсь, я думаю, что если сделать много таких вот каких-то интересных видеостудий, это позволит, да, на будущее, да, формировать уже какой-то контент самостоятельно. Да, я бы, я даже больше скажу, что, возможно, вот эти деньги, они могли бы пойти на формирование каких-то дополнительных видеостудий по стране вообще в целом, да, потому что, почему бы нет, это хорошая тема, это хорошее дело заниматься и давать людям возможность вот именно в качественном формате общаться и доносить какую-то свою позицию. как-то так. На этом все, наверное, да, Паш? Давайте, я вам передаю привет с Кремниевой долины. Да, ну понятно, ладно, Паш, пока. Давайте. Так, ну что, дорогие друзья, на этом, в принципе, все. Подписывайтесь на канал Бородач ТВ и обязательно ставьте лайки, если у вас есть какие-то вопросы либо вы хотите увидеть какого-то гостя в нашей студии, то обязательно напишите в личном сообщении в группу ВКонтакте, например, или под этим комментариям, то есть это любая форма приветствуется, либо можете просто позвонить, а контакты в интернете можно найти, проблем нету, они везде все указаны. Вот, на этом все, в принципе, пока. Субтитры сделал DimaTorzok